Перед початком мурашистости у гомельские миротворцы наведали музей под открытым небом. Мемориальный комплекс, присвященный битве за Днепр в осенью 1943 года. Тут я не усклали вянок у гонор героев-вызволителев. После у районной Думы культуры распочалась акция «Мы славим от человека мирной працы». Ее головная мета – пропаганда працевитости и любови до родной земли. Повышение престижу працы сельского жихара, який забеспечивает хорошую безопасность нашей краины. Як означают организаторы акции, коли простого рабочого зауважишь и узнагородишь за его працевные достижения, это станет стимулом для будущих поспехов и прикладом для остатних. Я считаю, труд – это одно из основного качества человека. Если мы будем трудиться на каком бы участке ни был, непосредственно в станке, непосредственно в специалист, руководитель, будем выполнять свои обязанности, конечно, будет единство, будет дружба, взаимопонимание и будет большая у нас, если говорить, в Белоруссии стабильность и продовольственная безопасность. Акция «Мы славим человека мирной працы» на Гомельшине ладится у девятый раз. Другий раз я ее примают на Лоевшине. На сцену выходили простые люди – доярки, механизаторы, наставники, медики, социальные работники – усе, кто каждый день проявляет соправданный працонный героизм и уносит свое имя в историю досягнений района. Усяго подчас урочистой церемонии узнагороджены 20 человек. Это как молодые специалисты, которые только начинают свой профессийный шлях, так и заслуженные работники. Я вот когда сюда готовилась прийти, думала о том, что как много мне придется сделать, чтобы подтвердить вот такую высокую оценку моего труда. Я считаю, что это заслуга вообще нашего педагогического коллектива, нашего учреждения образования. И я просто выступала здесь как делегат от своего коллектива. Радостный и позитивный настрой усим подаровали талиновитые коллективы мастацкой самодеянности. Особные слова подяки лаючанам за их працу выказали былые керовники региона. Здесь живут очень хорошие люди. Они очень хорошо работают. И то, что я сегодня здесь увидел, это просто замечательно. Это продолжение того подвига, героического подвига солдат на Днепре, их трудовой подвиг. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева.